Допустим, вы геолог или геодезист и хотите произвести измерения для небольшого холма или горки, как на этом рисунке. Вы знаете, что от этой точки до этой основание этой возвышенности равно 60 метрам. Длина более крутого склона от вершины до основания составляет 20 метров, а более пологий склон от самой высокой точки до основания холма имеет длину 50 метров. Вы можете измерить это на местности. И теперь вы можете использовать свои познания в тригонометрии, чтобы выяснить, насколько крутой склон с этой стороны холма. Каков угол наклона этой поверхности относительно уровня Земли? Мы можем назвать этот угол θ, и нам нужно вычислить, чему он равен. Я еще раз повторю. Вы знаете длины всех трех сторон, и вам нужно найти угол при основании. Думаю, для решения нам понадобится теорема косинусов. Давайте я напишу здесь соответствующее уравнение. Теорема косинусов гласит, что для плоского треугольника со сторонами А, В, С и углом θ, противолежащим стороне С, справедливы соотношения. Квадрат стороны треугольника равняется сумме квадратов двух других сторон минус удвоенные произведения этих сторон на косинус угла между ними. Чтобы было легче понять эту теорему, я нарисовала произвольный треугольник. И если это угол θ, то сторона С – это сторона напротив угла θ. И тогда А и В могут быть любой из этих сторон. Сверху может быть А, а снизу В и наоборот. В нашей формуле стороны А и В равносильны, но сторона С привязана к углу θ, поскольку она должна быть напротив этого угла. Итак, мы хотим выяснить, чему равен угол θ в нашем примере с холмом. Сторона С должна быть напротив угла, то есть она будет равна 20 метрам. Давайте за сторону А возьмем длинный пологий склон длиной 50 метров, а В – основание длиной 60 метров. И теперь мы просто воспользуемся теоремой косинусов. Итак, получается 20 в квадрате равно 50 в квадрате плюс 60 в квадрате минус 2 умножить на 50 умножить на 60 и умножить на косинус θ. У нас есть почти все значения переменных в этом уравнении. Здесь только одно неизвестное – угол θ. Давайте посмотрим, сможем ли мы решить это уравнение. Итак, 20 в квадрате – это 400, 50 в квадрате – это 2500. 60 в квадрате будет 3600. Далее 2 умножить на 50 – это 100 умножить на 60, будет 6000. Мы немного упростим наше выражение. У нас получилось следующее уравнение. 400 равно 2500 плюс 3600. И это в сумме дает 6100. Далее минус 6000 умножить на косинус θ. Теперь мы можем вычесть 6100 из обеих частей уравнения. Итак, справа у нас получится минус 5700. В левой части 6100 и 6100 сокращаются. Далее пишем минус 6000 умножить на косинус θ. Теперь можем разделить обе стороны на минус 6000. У нас получится косинус θ, равный минус 5700 разделить на минус 6000. Мы могли бы разделить числитель и знаменатель на минус 100. Так что и числитель и знаменатель оба станут положительными. Таким образом, косинус θ равен 57 разделить на 60. Оба эти числа делятся на 3. Итак, косинус θ равен 19,20. Но мы могли бы и не упрощать это выражение, потому что для вычислений нам все равно понадобится калькулятор. Итак, нам нужно вычислить арк косинус от 19,20. Итак, мы получили 18,19 градуса. Обратите внимание, что калькулятор может быть переключен на градусы, а не на радианы. Если бы мы хотели округлить этот результат до ближайшей десятой, то это бы примерно равнялось 18,2 градусам. Кажется, у этого холма достаточно крутой склон. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них постараемся ответить.